здравствуйте с вами татьяна ковальчук приветствую вас на канале канадская деревня в этом видео я хочу поговорить о такой наболевшей теме не простите как украинские беженцы в канаде я уже думала что я закончила эту тему но но приходится приходится записывать еще видео а вот я не специализируясь в этой области но когда-то когда начинала свою карьеру я в этой области была вовлечена в эту область ну и поехали значит я буду называть беженцами украинских беженцев беженцами вот сразу говорю это правильный термин я считаю что человек который убежал из своей страны в другую страну он его считают беженцем по каким-то либо причинам вот в нашем в нашем случае это очень печальные трагические причины это война вот ну поехали пошла вот такая вот тенденция на ютюбе многие блогеры русского украинского происхождения находящийся в канаде начали стращать украинских беженцев говорить им там вы там ничего не получите здесь никакой статус ни на рассчитывайте все все у вас там плохо не нравится уезжаете и все такое я вам хочу сказать без лишних бля-бля-бля вы знаете никого не слушайте украинские беженцы пожалуйста приезжайте я понимаю здесь тяжело не в каждой провинции допустим все хорошо допустим онтарио можно ехать если у вас как бы есть хотя бы ну как бы много смелости вот здесь тяжело но есть другие провинции где немножко попроще и это все беженство беженцам очень помогает и очень хорошо все налажено вот но смысл в том что эти никого не слушайте все равно я уже выпускала такое видео и говорила что все равно будет какая-то придумана гуманитарная программа чтобы украинские беженцы остались в канаде и получили статусы постоянного жителя канады я уже говорил не может быть такого чтобы этого не сделали вы понимаете потому что приехал не один человек не 20 и даже там не не тысячи и не 2 приехали тысячи людей тысячи украинцев приехали и бежали они от войны вот я не думаю что всем вот там тысячам людей там я не знаю но около 100 тысяч точно она уже приехала а вот им всем всех пошлют домой но вы думаете вы думаете даже сами беженцы я прошу вас даже думайте представьте себе сколько вас приехало и что каждого будут выгонять да ну ладно да наш тут этот самый парламент и наше правительство тут а в принципе скушают с потрохами за такое дело никто не будет никто не захочет такого скандала чтобы людей которые убегают от войны высылали назад на родину ой но если хочешь сам уедешь если нет то стала будут оставаться и будет какая-то сто процентов гуманитарная программа дайте время будьте будьте терпеливы я вас очень прошу не бросайте все и не уезжайте ничего не бойтесь я конечно если уж там вообще и вообще не втерпел что мне я не знаю ну постарайтесь как то есть все подержаться будет лучше будет легче вот поверьте мне я тоже эмигрировала в девяносто пятом году в канаду и я знаю как это тяжело я очень тяжело работала первые первое десятилетие даже более вот поэтому поэтому пожалуйста я вас прошу оставайтесь на вот и никого не слушайте все будет хорошо все будет нормально все наладится вы выучите английский все будет здорово придумает гуманитарную программу и у вас все будет все наладится но на этом хочу закончить свое видео и так уже четыре минуты будут опять говорить меня обвинять что я слишком бле-бле-бле-бле дм и кукареку делаю но неважно спасибо за внимание всего доброго пока пока и надеюсь поставьте лайки или хотя бы распространяйте чтобы многие люди посмотрели многие украинские беженцы это посмотрели мое видео вот немногие блогеры делают то что делаю я записывают такие видео позитивные но но есть вот так что распространяйте чтобы как можно более больше людей посмотрела мое видео я даже в наверное если что выключи монетаризацию чтобы не думали что я там на вас зарабатываю деньги вот кстати я заработал всего лишь 5 долларов 57 центов за все мои проделаны работа спасибо за внимание пока пока до новых встреч